Привет! Мы с вами на Хайт-Парк Хона, на углу Гайт-Парка. Впереди меня Букингемский дворец Сен-Джеймс-Парк, справа от меня дорогой отель Новостройки, туда направление на Мэйфэр. А мы с вами идем вот сюда, в ворота Хайт-Парка, просто по нему погуляем. У меня сегодня хороший день, меня сегодня кинули на аренду велосипеда, аппарат съел деньги и не выдал чек номера, по которому можно взять велосипед в аренду. Я думаю, что буду жаловаться, приду домой и поэтому пойду пешком. Ну, ничего, как говорится, самое главное событие у нас впереди, да? Как сказали революционеры, в собачьем сердце Булгакова. Сейчас мы с вами прогуляемся по Хайт-Парку. Начинаем со стороны к Найтсбриджу, Кенсентона. Я все путаю эти районы. Найтсбридж, наверное, да. И вот идем по главной, вернее, по боковой аллее. Вот видите, слева от меня идет песчаное покрытие. Ну, это для лошадок. Вот, здесь лошадки. Здесь в Хайт-Парке есть сервис такой, катание на лошадях. Несколько туристов, 3-4-5 группы примерно такие, сажают на лошадь. 25 фунтов, по-моему, один круг стоит. Вот видите, вот они здесь заворачивают. И вот пошла, видите, вот ихняя дорожка специально для конных прогулок. И делают кружок вокруг парка пешком с инструктором. То есть лошади не скачут, не прыгают и не несутся, да. А, так сказать, размеренным шагом идут вокруг парка. Парк считается королевским. Здесь очень много красивых цветов, очень много. Парк очень большого размера, просто неимоверно большого. В парке фонтаны. Ну, вот сейчас видите, фонтан, он не работает. Цветы к осени уже увядают. Есть еще вот некоторые экземпляры симпатичные. Но, в принципе, уже это, уже это как бы конец, да. Потому что сегодня 23 сентября. И вчера был последний солнечный день. Я снимала Центр Лондона. Сегодня, сегодня, с сегодняшнего дня начинаются дожди, холод. Вот, ранняя темнота, что очень печалит. Потому что, ну, как-то за светлое время суток привыкли, что световой день долго длится. И сейчас, понимаете, вроде как бы только крылья расправил, собрался работать, да, уже спать пора, как говорится. Не поймешь, темно. То ли спать пора, то ли что это вообще. Вот это мы сейчас с вами идем по Центральной аллее Хайт Парка. Она примечательна тем, что это излюбленная, так сказать, аллея для роллеров. На роликовых коньках, ребята, там дальше впереди у них будет место тусовки. Здесь очень ровный, так сказать, асфальт. И машины, естественно, не ездят, только работники парка. И вот, собственно, прямо это мека для, так сказать, индивидуальных спортсменов. Вот видите, пробежки, велосипеды, ролики. Это просто как здрасте с добрым утром называется, да. Опять-таки, показатель туристов, да. Хайт Парк, центр, Центральная аллея. Через несколько метров будет кафе, в котором надо ждать просто несколько минут в очереди, пока у тебя примут заказ вообще, да. То есть не попасть просто так, переполнено всегда. Пусто. Сегодня тут пусто. Я понимаю, что рабочий день, это все понятно, но если учесть, что Лондон город для туристов, то слово пусто в данном контексте просто не работает. Пусто причем везде. Ни на траве, ни на скамейках. Никого. Вот эта вот летняя эстрада, сейчас я поближе к ней подойду, раз уж вышли в парк, да, прогуляться. Она предназначена, в принципе, в нормальное течение. Вот я пришла только что, видите, для лошадей. Так сказать, тропу, вот она идет в ряд. Вообще, эта эстрада предназначена для того, чтобы при нормальной обстановке, не вирусной. Здесь сидит оркестр симфонический, ну, естественно, малый, ну, скажем так, да, и они играют популярные произведения по выходным. Очень приятно здесь прогуливаться, слушать классическую музыку. Сейчас в данном этапе вот наша родная, так сказать, стройка, вот видите, за беседкой вот уже все перегорожено. И, видите, никого. Совершенно пусто, просто вообще пусто. Вот, только гусь стоит посреди дороги. Жаль, очень жаль, что мы забрались, что мы попали в такое вообще жесть просто время. Не знаю, как мы будем с этого всего выбираться. Вчера объявили о новой запретной волне в Лондоне на 6 месяцев. Я не знаю, как выживать. Просто я не знаю. Вообще идеи нету, потому что, ну, это, знаете, это как выбить землю из-под ног называется. Если у тебя нет парашюта, ну, как ты полетишь, да? Или, ну, бог с ним, ладно. Это уже на уровне какого-то истерического смеха, поэтому проедем эту тему. Ну, вот. Это озеро. Озеро с лебедями, гусями в Хайт-парке. Привет! Я для вас сейчас сниму озеро, где очень много гусей и лебедей. Вот здесь есть даже такая вот табличка, которая показывает, кто здесь живет. В принципе, конечно, кормить их запрещено, как и в любых парках Великобритании. Но люди кормят. Не знаю, кто попался, не попался. Ну, вот просто познакомьтесь. С животным, с птичьим миром Хайт-парка. Вот начинается дождик, сейчас на меня начинает капать. Прелестно. Хорошо, что я от этой будки далеко не ушла. Сзади меня находится кафе. Вот я сейчас туда, видите, вот оно. Вот я сейчас туда зайду. Ой-ой-ой, пошло капать, прошло лить. Я сейчас туда зайду в кафе и буду снимать и буду снимать для вас из кафе. Потому что пошел дождик, пошли мы мокнуть. там, в принципе, конечно, надо заходить что-то покупать, но кофе я уже сегодня выпила более чем. Пить не хочу. Кушать тут бутерброды не хочу тоже. Снимать нельзя, я просто пройду. I just come true. Я сказала, что я просто пройду. Вот так выглядит кафе внутри. Вот, я вышла просто на улицу. Вот так выглядит кафе внутри. Вот здесь вот там вдалеке жарят барбекю в хорошее время суток. Просто спрячемся от дождя. Я вот у дядечки попросила стул. Просто вот сяду и поснимаю для вас озеро. Видите, небо уже все. Ребята, это осень. В принципе, вот это нормальная погода для Лондона. Собственно, вот то жаркое лето, которое было сейчас, оно не могут найти место, понимаете, ходят туда-сюда, потому что, понимаете, вип-класса тут не предназначено. Понимаете, а с простым народом сидеть за пазло называется. Вот это вся, так сказать, пойдет потом обратно. Потому что там ничего нету и выйти там нельзя, там закрыто. А я выходить не хочу из-под крыши, потому что я вон сижу под крышей, но меня не капает. Дядечка мне любезно выдал табуря, веточку. Стулья хорошие, качественные, столы, видите, мраморные, пол, вот плитка. Вот, вся эта группа товарищей пошла назад. Потому что, вы же понимаете, да? Читать мы не читаем, смотреть мы не смотрим. Так, вот там какая-то ругань идет у гусей уже. Ну, вот так, в общем, ребята. Вот, вот эта троица артистов. Вон они ругаются. Ой-ой-ой, меня уже капает дождь, ухожу обратно. Ну все, пока-пока, обратно капает дождь. Так, ребят, я иду просто взять кофе. Даже надоело сидеть просто так без кофе. Сейчас я возьму кофе и пойду обратно. Так, ну, кто-нибудь тут есть? Что у нас тут есть? У нас тут есть вот орешки за 2 фунта. Кофе, видите, кофе. Так, что у нас от Американо на 2.70. Латте. Американу, пожалуйста. И для Италии или для этого? Нет, 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 я приеду на вашей доске, женщина ждет меня, держит место для меня, знаете, потому что много туристов хотят сидеть. Я приеду только за секунду для кофе. Какой кофе? Американу, пожалуйста, Американо. Латте-американу? Блэк, блэк, нет сухар, нет сливки, пожалуйста. Так, у нас просили водительские права, имя. Видите, как контролируют всех, чтобы не заразиться вирусом. Я дала свои водительские права, танки. Спасибо. Ты знаешь телефон номер? 077 676 45 271 45 67 271 277 1 271 Is the COVID virus roll us, yes? Yes. Новые правила контроля вспышки вируса. I know. The coffee is going to be on the desk. Так, идем забирать кофе Я заплатила Так, здесь я не знаю, как пройти Пройдем сбоку Так, ждем Ждем, когда нам сделают кофе Ну, вот, собственно, вот так выглядит это кафе Пустое, первый раз его вижу Легко снять для вас, чтобы вы посмотрели, где что находится Потому что вообще тут, конечно Вообще, конечно, тут не протолкнуться Половина всего закрыта Так, здесь тоже нельзя заходить Тут, видите, оказывается, это было специально закрыто Вот мне делают кофе Так, все, кофе Забрали Идем, девушка нас ждет за столом Вот наш кофе Так, все, вон наша девушка сидит, ждет Все, идем Спасибо большое Ну вот Продолжаем наслаждаться природой Вот такие белые друзья С морейцы приплыли Ну вот на этот Ну вот, я сейчас буду пить кофе И смотреть на это На эту всю красоту Пока Я просто хочу вам показать Смотрите, какое потрясающее небо Вы только посмотрите на эту На эту красоту Это вот ей-богу, знаете Не увидишь, не поверишь Посмотрите, какая красота Рубенс Рубенс, ребята Рубенс, ребята Рубенс 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 Продолжение следует... Привет! Ну вот я попила кофе, поснимала лебедей. У меня ещё осталось 30% зарядки на аккумуляторе, пока новую не купила. Поэтому, собственно, иду дальше по гайд-парку. Снимаю для вас. Сейчас мы первую половину парка, в принципе, уже подходим к концу. Вот где озеро, да, посмотрите. Вот здесь вот сзади нас остались прокатные катамараны. Кафе вон вдалеке. У меня есть ролик из этого кафе. Вот пустой парк. Влажный асфальт после дождя. Только что прошёл дождь. Как раз вот в парке пила кофе, пока шёл дождь. Внезапно так пошёл он. И вот мы продолжаем движение по парку. Вы слышите, тут птички поют. Красиво. Вот что мне нравится. Практически в каждом английском парке будет стоять домик садовника. Вот сейчас я к нему подойду. Туда, конечно, зайти нельзя, потому что это собственность парка. И, в общем-то, это офисное здание. Просто оно так выглядит. И там работники, которые занимаются офисом парка. Но оно выглядит, знаете, как старинный сельский домик, в котором жили англичане много-много лет назад. Вот так вот. Вот это мне очень прям умиляет. Вы знаете, я бы в таком домике и сейчас пожила, если честно. Очень симпатичненько. Много не надо. А для жизни всё, что надо, есть. И садик, и машину припарковать. Собственно, отдельно помещение под кухню, отдельно под комнату. С другой стороны тихий дворик. Собственно, красота. Скажите, и никаких дворцов и вилл не надо. Надо бояться, что тебя обкрадут или ещё что-нибудь. Но я вам хочу сказать, в Англии даже такой домик будет стоить. Очень много денег. Очень много денег. Вот, видите, рядом с нами тропа идёт для лошадок. Вот тут даже можно различить следы от копыт. Видите, вот? Полукруглые. Вот здесь по таким дорожкам лошадки возят туристов, чтобы копыта не отбили об асфальт. Ну вот. Конечно, гайд-парк. Очень большая территория. Безусловно. Так непривычно его видеть пустым, слушайте, без туристов. Прям. Иду, смотрю, прям глазам не верю, что это парк. Если бы я здесь, понимаете, с собакой не гуляла 350 тысяч раз, и, собственно, просто наизусть знаю весь этот парк. Тут, ну, не каждый пень, но каждый третий пень, скажем так, да? Потому что в этот парк мы ходили обычно, когда хотелось погулять на дальние расстояния и хорошая погода. Потому что от моего дома до этого парка где-то плюс-минус полчаса пешком, ну, минут 40, может быть. Ну, так, не торопясь, да? Нормальным шагом. О, солнышко выглянуло. Вот. И около моего дома Сент-Джеймс парк мы гуляли там, собственно. А отсюда мы ходили так, покайфануть, да? Брали с собой воду, бутерброды и сюда. Потому что, ну, во-первых, тут покупать все-таки, как ни крути, дороговато. Это парк, да? Тут вы заплатите 2,70 за кофе, плюс, если вы будете пить его внутри, вам еще накинут. Потому что, ну, как бы включается стоимость аренды. Стула, на котором вы сидите, и квадратного метра столика, на котором вы сидите. Вот. Если вы берете кофе на вынос, на улицу, то, безусловно, это дешевле будет. Ну, дешевле там на 5-10 копеек, то есть, как бы, не принципиально, не существенно, да? Поэтому, поэтому, вот, и, ну, вот. И, если вы хотите тут, вот, значит, в парках стулья выставляют, так он стоит 2 фунта, один стул 2 фунта в час, по-моему, стоит. То ли час, то ли 2 часа 2 фунта стоит. Соответственно, если вы рядом тут же, прям рядом постелите, ну, на траву, как подстилочку, да, одеялко, то, собственно, это бесплатно. Как бы, кайф тот же, но бесплатно. Поэтому, когда на дальние дистанции идёте, ну, жарко, устанете, поэтому, почему не присесть на травку-то, правда? И вот мы с Масиком, с собакой частенько ходили в этот парк. Во-первых, пешие, пешие прогулки, во-первых, это, это просто классно. Я вот очень люблю пешком ходить на дальние. Может, я просто привыкла уже с собакой за 10 лет. Вот даже сейчас, я пока дошла до суда, где я сейчас с вами разговариваю, я уже прошла километров, наверное, 10, только в одну сторону сюда. Так мне ещё до дома обратно же, столько же, да? И я ещё даже до конца парка не дошла. Вот. И плюс пешая ходьба снимает примерно 80% болячек с вашего организма. Вот. Вот. Поэтому, собственно, это... Вы себя потом чувствуете отлично вообще, вообще после пешей. пешей ходьбы. Это интересно, это клёво. Ну, как-то так. Пока. До следующего видео. Привет. Вот. Хочу для вас снять серпантин-галерею. Закрыто. Закрыто, ребята. При всём, при том, что вроде как бы это всё решили и разрешили открывать. Вон, машина там есть, то есть, обслуга, конечно, там есть. Вот. Но сама галерея закрыта. И написано, что галерея серпантин временно закрыта, следуя правилам антивирусным ковида-19. Вот так вот. Получите и распишитесь. Так что, к сожалению, хотела я вам зайти и снять, что там находится внутри в галерее. Но сегодня 23 сентября. Время 2 часа дня. Рабочий день. Запретов на закрытие галереи нет. Есть запрет собираться не больше жести, но для этого в магазинах везде стоят охранники. Люди на улицу ждут очереди, чтобы один вышел, один зашел, как говорится. Да, здесь можно было сделать то же самое. Тем не менее, они пошли другим путем, просто взяли и все это дело закрыли. Вот так, ребята, арт-бизнес в Лондоне. Привет. Мы в последней завершающей части хайп-парка. И вот сейчас я вам покажу карту, где вы можете сориентировать вас. мы сейчас идем вот сюда, Кенсентонский дворец. Мы пришли отсюда, то есть отсюда вообще еще дальше туда. Сейчас мы с вами находимся вот здесь, галерея серпантин, вот она. И сейчас мы отсюда пойдем к Кенсентонскому дворцу через Кенсентонские сады. Вот сейчас мы пойдем по левой стороне. Это тоже, ребята, хайп-парк. Это тоже хайп-парк. В общем-то такая, вот знаете, выполнен это хайп-парк выполнен в стиле сельских полей. Вот вот здесь вот вы идете и такое чувство, что вы идете где-то по краю деревни. Вот с другой стороны озера. Вот здесь водятся всякие животинки. Вот видите, Кенсентон Гарденс. Вот показывают, что здесь есть летучие мыши, совы, видите, грибы, бабочки, птички, уточки, дикие мышки. Ну вот, вот такая вот, так сказать, живописная фауна. вот видите, такой как пустырник, даже не знаю, как это назвать, да, смотрите, заросли колючие местами. Такой дизайн здесь специально держат всегда. Вот, наверное, просто хотят дать отдохнуть людям в центральном городе на такой сельской полосе, да. вот с этой стороны, видите, озеро, памятник, памятник, не знаю, что это за памятник, сейчас посмотрим, что это за скульптура. Вот, так, Де Арч, Генри Мур, скульптура Генри Мура Де Арч. Ну, не знаю, что это идея. Так, это фрагмент кости. Это фра... Так. Это только маленький фрагмент кости несколько сантиметров. А кости кого? Так, дождь пошел, все. А кости кого? Непонятно тут кости кого. Просто фрагмент кости, видимо, вот. Ну, странная, конечно, скульптура. Ну, что, хочу вас поздравить, ребята, начался офигительный дождь. Начался офигительный дождь. Я спрятала микрофон под капюшон, не микрофон, а камеру, потому что водонепронициальный корпус дома. Даже не знаю, куда прятаться. Я посреди парка и, так сказать, до ближайшего навеса тут, понимаете, как говорится, как до луны пешка пешка заралом. Ну, ладно, что делать. Будем мокнуть, да, пока доберемся. пока под деревьями еще ничего, ну, зальет. Вот, вот так я, в общем-то, сейчас выгляжу. Конечно, естественно, зонт я не взяла, ничего я не взяла. Ага, вон вижу домик с крышей. Но, опять-таки, если я туда зайду, ну, что я тут посреди парка, сколько я простою, у меня с собой ни бутербродов, ни кофе, ни стульчика, ни подстилочки. Смотрите, спелили дерево. Видите, все съедено. Смотрите, какое дерево. Оставили его для туристов, потому что, смотрите, какой интересный, интересный объект. Ку-ку! Вот такие дикие заросли малины рядом. Ну, вот, как-то так. Видите? Такое, такое интересное, да, дизайнерское решение парка показать и, так сказать, натуральную природу. Посмотрите, практически вы находитесь как в поле, да? Показать и натуральную природу, и показать культурную природу, ну, где цветы в клумбах растут, да, культуривание такое. И вот, сейчас я зайду, сейчас я зайду, вот, я захожу, так сказать, на поле. Ну, собственно, вот, если вы хотите, так сказать, побывать просто, грубо говоря, на колхозном поле, вот, милости просим. Смотрите, собака там, вон, счастливая тут, нарезает километраж. В хорошую погоду здесь ребята в футбол гоняют. Так, выходим обратно. Видите? Здесь даже трава не подстрижена, ничего, просто, чтобы вы себя почувствовали на колхозном поле. вот. Ну, в общем-то, как-то вот так. Ай! Ха-ха! Ай-яй-яй! Ой-яй-яй! Всё, меня заливает. Ха-ха-ха! А-а-а! Пока! Прячем, прячем камеру. Опять пошёл дождь. Всё, полила, полила, полила. Мокрый асфальт. Всё, полила. Ребят, привет! Мы подходим к концу хайт-парка. Здесь за мной будет Кенсингтонский дворец. У меня просто осталось буквально 10% зарядки. Дождь вовсю уже. Смотрите, тут идёт, да? Я сейчас просто пройду вот эти фонтаны, выйду на автобус ехать домой, потому что до дома 10 километров, пока я дойду, я буду насквозь. Завтра с температурой, понятно? И, соответственно, я поеду автобусом назад. Снять из автобуса у меня, наверное, не получится, потому что зарядка кончится. Я просто вам сейчас остатки на 10% зарядки сниму вот эти вот красивые фонтаны в дожде, потому что дождливый гайд-парк, это красиво. сегодня 24 сентября, первый день дождей, практически можно считать, что первый день осени, вчера было жарить, солнце, а сегодня уже всё, сегодня вот такая погода Лондона, это нормально, это каждый день тут. Смотрим. Вот такие вот симпатичные тут места. В хорошую погоду тут масса народу сидят на лавочках, пьют кофе, отдыхают. Вот стульчики, которые в хорошую погоду стоят 2 фунта в час. Их можно взять, на них посидеть. Ходит мальчик, который с вас берёт денежку. Всё контролирует. Где, кто, на каком стульчике. Вот на камеру уже попала вода. Дождик, 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 дождик. Всё. лето закончилось. Вот. Вот. Вот такая тут красота, уединение. Сейчас. Хорошую погоду. Конечно, здесь никакого уединения нету. здесь масса народа. Гуляющих, спортсменов бегающих. Вот, судя по всему, дядечка в марафоне участвует. Это итальянские сады. Видите, называется вот это место фонтанов. дядечка. Вот дядечка с номером побежал, видимо, какие-то бега проходят тут, марафонские. По-моему, это второй мил у меня сейчас пробежал. Вот я нашла тут какую-то беседку, сейчас попробуем в неё зайти. Вот так это всё дело выглядит. Вот там, видите, очень много тины. Тины, видите, разрослась. Асока от жары, как жарко у нас было, даже в воде, посмотрите, асока засохла. Ну, карантин, ребят, никто не работает, никто ни за чем не следит. Посмотрите, посреди выросли репейники уже, видите, наросли по краю. Конечно, в нормальное время ничего подобного такого нет. кувшинки ни одной. Ни одной кувшинки даже не выросли. Дождик, смотрите. смотрите, какой ветер. видите, фонтан сносит как на тротуар. Тоже все зеленое. Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! На нас, на нас! Все, повернул нашу сторону. Противный какой фонтан, смотрите, выгнал нас. и обратно сюда, да? Нет, середина уже. Вот, вот такая вот, вот такая вот, вот такие. Вот уточка плывет. вон люди тоже от дождя прячутся. Сейчас я туда встану, сниму все это со стороны для вас. Ну что, пока! Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Оригинальная классическая модель была изготовлена в 1932 году и принадлежала Куперу Энко... Стояла на Kings Road в Челси... Оригинальный кузов был очень элегантный... Так... Где внутри было два дополнительных сидения... И предполагалось как два плюс два, чтобы внутри сидели... Потом, примерно 30 лет назад, предыдущий хозяин... Вернул на оригинальное... Крышу... Крышу... Крышу, двери и стекла были... Утеряны навсегда... И машина была перекрашена в белый цвет и была оборудована... Так... И была переоборудована из ежедневной машины для передвижения в свадебную машину... Так... Много лет спустя... Стюарт Вайтби... Кто... Кто... Прошел тренинг... Тренировался на езде на Rolls-Royce машинах... Переделал эту машину в... В морожен... В мороженицу... Дал ей долгую жизнь... Как в мороженице... Ну вот... И теперь это стал называться Rolls-Royce... Мороженица... Которая теперь перед вами стоит сейчас вот тут... Ох... Фух... Перевели... Историю Rolls-Royce-мороженицы... Милости прошу... А это поилка... Поилка Хайт Парка... Смотрите... Какие симпатичные два мишки обнимаются... Это воду здесь можно пить, когда очень жарко... Это для людей поилочка... 1859 года... Так... Сейчас переведу... Поставлен в 1850 году... Для питьевой фонтан... Дринкин фонтайнс... Вот такие славные два медвежонка... И подставки для ног для питья... Ну... Детям забраться можно и попить... Вот так вот... А вот собакины вышли гулять в парк... Для... А! . А! ? Э. 0 Пsan … Нок ingo .